друзья всем привет с вами как всегда евгений я лапанюта в данный момент мы отдыхаем на острове тенерифе и по рекомендации многих наших зрителей мы приехали посетить одну из визитных карточек этого острова лора парк приехали мы в этот парк буквально на самое открытие он начинает работать в 930 а мы где-то уже в 950 были на месте приехали по двум причинам первое парк занимает площадь около 13 гектаров здесь есть где погулять и есть что посмотреть и просто приехали пораньше и нам повезло с парковкой потому что на территории лора парка вот там за этим зданием есть парковка она стоит 4 евро но рядом есть улица и там обычные парковочные места и вот именно утром мы еще смогли найти там свободное место как заметили придется гулять по парку нам в масках потому что здесь прям масочный масочный режим и стоимость входа в этот парк составляет 38 евро человека мы заплатили 76 евро но за дополнительные 11 евро человека можно еще заказать экскурсию с гидом он проведет вас по парку расскажет покажет и проведет какие-то недоступные для обычных туристов места но мы решили просто взяли билеты будем свое удовольствие гулять и первое что нас встречает после входа в этот парк это рыбы кой как видели там были не только рыбы кой но еще черный лебедь и уточки но это не самое красивое здесь место хотя она тоже шикарная то здесь много чего можно посмотреть но мы идем конкретно сейчас куда на шоу морских львов да здесь по расписанию есть четыре шоу и вот в данный момент как раз происходит первое шоу из них хотя буквально как мы можем пройти вот этих синих попугаев мы не можем их пройти первое впечатление ты как будто попал какие-то джунгли тут столько растительности разной вау все-таки мы не можем просто взять и дойти до шоу морских львов если тут много прикольных животных вот вам горилла у него завтрак понимаете друзья если вы как и мы случайно пропустили шоу морских львов потому что в это время любовались другими животными то не переживайте это представление происходит здесь пять раз в день и хоть на какое-то шоу да вы попадете например мы не успели на 10 утра прием без проблем в 11 часов просто здесь настолько красиво и глаза разбегаются ты просто не знаешь что фотографировать и смотреть но я знаю что сейчас мы точно пойдем к пингвином а вот эти красавцы смотрите один пингвин прям позирует а остальные вот там плавают купаются но этот прям позер позер еще один пингвин накупался и вылез погреться обсохнуть да о еще один составит компанию тане все они все накупались продвигаемся дальше по этому павильону и здесь вот такая прикольная инсталляция что это серьезно таки да холодный лед а что там помимо туристов там 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 тоже пингвины да и пингвинов здесь побольше и они уже покрупнее наелись рыбки стоят отдыхают а еще смотрите как классно организовано вот это движущаяся платформа просто стоишь и вокруг пингвинов едешь рассматриваешь толпы нет все просто вот так стоят круто никто не плавает не одни ноги туристов отражаются но и и и и и и и тут же рядом вот такие птички называются атлантический тупик чё их так назвали красивые птички смотрите как плавают что 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 какая огромная колба посмотрите ее высота где-то два-три этажа в домовом эквиваленте и рыбки ну подобные рыбки мы в красном море видели плюс они все однотипные но вот там внизу что-то еще есть идем смотреть здесь такая винтовая лестница вот видите но все равно масштабно тут же есть еще один аквариум вот скат плавает и пингвины короче все подряд вот смотрите таких 3 скота сразу он поменьше два побольше вот четвертый скат оп 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 улыбайся пришли на шоу морских львов вот как резвится конечно здесь играет музыка поэтому просто посмотрите как здесь классно под мою музыку и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маленькие обезьянки Рядом еще есть обезьянки, только рыжие А внизу вот там черепахи Но походу Их там две И походу у них Сеанс любви Так что нельзя это показывать Это 18 плюс Около этих животных табличек нет Гугл говорит, что возможно Это грызун Капибара Но я вам скажу Величина этого грызуна Как хорошая собака А вот и ленивцы Как изящно Да, неторопливо Не, этот еще спортом занимается А этот висит и себе Обедает Что-то едит там А, этот за листочком шел Медленно, вальяжно Тогда не зря ленивцы И в этом же вольере Живет игуана Не боится Прям позирует Хотя я вплотную к ней Но между нами стекло Пришли на шоу косаток Представление начинается Буквально через 5 минут Но косатки уже готовятся А мы с Аллой Пойдем занимать места Потому что людей Как видите Немало Надо выбрать Подходящее Красивое Хорошее место Ну что, с почином нас Нас уже немножко покупали Косатки такие, косатки На косаток посмотрели А теперь пришли глянуть Акуля в глаза Одна акула Где-то плавает еще вторая Вот эта же Но это небольшие акулки Акулки Махонькие Там С руку, наверное И рядом еще Медузы Оно То, конечно Красиво Но у меня ассоциация С медузами Те, которые плавают В наших морях Пускай они И красивые Но я их Не люблю Во А это Походу Наша Родимая Азовская И Черноморская Медуза По крайней мере Очень похоже А вы Видели Когда-нибудь Рыбьи Разборки Вот Драка Драка Так не честно Двое на одного Есть тут и бегемоты Только что буквально Плавал около нас Может еще приплывет А ну давай Ныряй Вот он Плавает Плавает Вот видите Личика Да-да-да Если вы думаете Что Лоро Парк Это сугубо Зоопарк То вы ошибаетесь Это еще одновременно И Ботанический сад Здесь очень много Разнообразных растений Вот Одни из них Тут тоже Всякие цветочки Алла говорит Что здесь пахнет Как Нежный аромат Женских Духов Да Только мы ходим В масках И приходится Их немножко Снимать Чтобы ощутить Этот аромат Смотрите Розовая фламинго Во всей красе Их здесь много Класс Класс Пришли на шоу дельфинов И вы знаете Поначалу я думал Чем меня дельфины Уже смогут удивить Морских львов Видели Косаток Видели А с дельфинами Мы плавали В Красном море Но вы знаете Эти ребята Здесь Умеют Вытворять Классные кульпиты Давайте посмотрим Смотрите Смотрите Какие здесь Огромные черепахи На видео Конечно Размер Тяжело Передать Но поверьте Они огромные Вот там вдалеке Черепаха покрупнее Но она сидит Отдыхает А это Хоть немного Да Двигается Занимается спортом Не Уже устала По размеру С каким животным Сравнишь Большая собака Большая собака Мы сегодня Всех сравниваем С собаками По размеру Да Огромная конечно Буквально только что Мы с Аллой Прогулялись По здешнему Аквариуму Океанариуму Все в одном И вы знаете Здесь такое Огромное Разнообразие рыб Что Египет Отдыхает Хотя Часть рыб Из Красного моря Мы тоже здесь видели А теперь Посмотрите и вы Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Подытожим, Лора Парк просто мега крутое место, которое мы настоятельно рекомендуем посетить, если вы отдыхаете на Тенерифе. Мы гуляли почти 7 часов по его территории и могли еще продолжать и продолжать. Мы даже вам показали не всех животных, которые здесь есть. Мы уже просто проходили, ну давай уже сфоткаем, уже же увидели, да. Короче, очень круто. Сколько там попугаев, вот попугаев мы вам точно, кажется, не снимали, не показывали. Хотя изначально Лора Парк создавался как парк попугаев. Сегодня просто передоз эмоций и впечатлений. Это меняет общее представление, каким должен быть парк, зоопарк, океанариум. Здесь столько всего разного и вообще даже растительности, животных. Я никогда не могла бы подумать, что в одном месте я увижу столько животных. Это просто вау! Да, на этом это видео будем заканчивать. Но впереди вас все еще ждут все новые-новые выпуски с острова Тенерифе. И вот чтобы их не пропустить, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока! Пока!